Вечер на Думской 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 Сегодня фрейд рулит. А фактор Крыма все меньше и меньше чувствуется, он все больше теряет свою актуальность. К сожалению, я все чаще слышу от своих знакомых неодесситов и одесситов, что отдыхать за пределами Украины дешевле, ну или по крайней мере комфортнее, чем в Одессе. Совсем недавно я проводил по этому поводу исследование. Если раньше можно было говорить об Турции и сравнивать ее, она перекрывала, скажем так, потребности людей и возможности абсолютно совпадали. Финансовые я имею ввиду. Турция, самая дешевая Турция, она по цене получается дешевле, чем Затока и Бугас. Это не шутки, все в этом знают. Ну а качество вообще не сравнимо. А качество не сравнимо, потому что ни о каком сервисе в Затоке и Бугасе речь не идет. Ну а там тебя, по крайней мере, искренне рады видеть. И вот, внимание, запрос по услугам на курорте Шарм-Аль-Шейх, Хилтон, Waterfall Resort 5 звезд, мне сбросили, на семью из двух взрослых и одного ребенка составляет 12 тысяч гривен по системе All Inclusive в октябре, то есть в тот высокий сезон, в котором идет речь. Что это? Я не понимаю. Ну я думаю, что это, наверное, или последнее китайское предупреждение нашим, так сказать, операторам туристического бизнеса, ну я имею ввиду местным. Ну либо, наверное, последний звонок, потому что... По-моему, последний звонок, потому что если выгоднее летать в Египет без визы, и самолетное, кстати, соединение уже позволяет делать раз в год этот перелет, точно так же, как и на Затоку, то мне кажется, на Затоку поедет только тот, кто не знает, где на карте расположен Египет. Особенно учитывая, что в Затоке еще и стреляют, делят территорию и никак не могут определиться, кому что принадлежит. Ну есть еще, знаете, вот такой вот стереотип, что отдыхать и ехать в отпуск нужно летом, вы говорили об октябре, но я уверен, что и летом и в Турции, и в Египте можно найти тоже очень выгодные... Так а там летом в Египте на самом деле дешевле, чем осенью, потому что летом жарче. Я понял. Ну все-таки, возвращаясь к визиту президента, действительно приезжает освещать сезон? Как вообще воспринимать приезд президента на открытие парка? Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет. Мне кажется, что, в принципе, политических составляющих в этом визите может быть три. Ну, вернее, три субъекта. Это сам Петр Алексеевич. Ну, конечно, он будет себя хвалить без виз. Ну, там, мимоходом парк с лестницей и так далее. Ну, это уже мелочь, но основное это без виз. Вот. Тут, конечно, интересен вопрос недавних санкций. Потенциально в любой другой стране, наверное, бы его ждали акции протеста. В Одессе, скорее всего, этого... Ну, вряд ли. Вы имеете в виду санкции касательно интернета, ресурсов? Да, да, да. Но мы уже видели акцию протеста из двух человек. Ну, вот. Как назвал наш корреспондент, двоичный протест. Да. То есть, с президентом разобрались. Дальше. Это губернатор. Вряд ли президент едет его инспектировать. И инспектировать. И уж точно, ну, вряд ли едет его. Ну, инспектировать нечего, на самом деле. Ну, я имею в виду, что инспектировать... Принспектировали специально обученные люди из Киева. И вряд ли бы он сюда ехал. Конечно. Открывать трассу от Сирени было бы понятно. Сказать, вот я поставил своего человека, вот молодец. Есть трасса на Вилково, которая вроде бы там... Фрагментарно отремонтирована. Ну, да, да. Дорога на Паланку. Ну, я не думаю, что он туда поедет, а, скорее всего, он выразит удовлетворение работы Степанова. То есть это будет такая акция поддержки своего представителя. Ну, и опять же, себя. Для кого? Для... для всех. То есть и для тех, кто при власти в Одессе, регионе, и для местных жителей? Я думаю, да. Я думаю, да. Я думаю, что это и для местных властей, и для жителей. Ну, это такое комплексное усиление позиции президента и линии президента. Ну, у меня так кажется. Если мы говорим действительно об оптимистическом для Степанова сценарии, ну, я сомневаюсь, что может быть другой исход. И, наверное, единственная, основная интрига этого визита – это президент и мэр Одессы. То есть, во-первых, будет ли, в принципе, мэр Одессы в этот момент в городе? Мы знаем, в некоторых моментах его не было. Да. Историю показывают. Говорят, что его даже не пустили в какой-то момент. Вот. Это второй момент. То есть, насколько близко он будет участвовать и насколько плотно вместе с президентом во всех торжествах. Ну, хотя, конечно, если Потемкинская лестница будет открываться без него при нем в городе, это будет совсем плохой знак. Плохой знак для кого? Ну, для него, конечно же. В прошлый раз его не было ничего страшного? Нет, не было. В прошлый раз просто передавали несколько квартир. Но в то же время была информация, что он приехал на место и его не пустили. Да, совершенно верно. Потом пришла трое информацию, что он был в отъезде. Ну, я слышал и одну, и вторую информацию. Сейчас, наверное, это уже не настолько актуально. Интереснее будет, что будет в пятницу. Потому что открытие Потемкинской лестницы, ну, Стамбульского парка, при возможном присутствии мэра Стамбула, и если не пустят мэра Одессы, ну, не допустят до торжества, это, конечно... Учитывая, что мэр на личный счет свой записывает и Потемкинскую лестницу, и Стамбульский парк. Да, но Потемкинскую лестницу, вернее, качество ремонта записывают не в его личный счет. Вот, и большой был скандал, и тут тоже вопрос, как эта ситуация развернется. Кроме этого, вопрос с переименованием улиц. Будет ли это как-то затронуто во времени визита? Как Порошенко эту ситуацию обойдет, потому что... Ну, к слову, я не слышала реакции президента. Была реакция Антона Герасченко, была реакция Авакова, реакции президента не было. Ну, была реакция Степанова также. Да, абсолютно верно. Он одним из первых отреагировал. Ну, может быть, знаете, вопрос не уровня президента, как ему кажется, но интрига в том, будет ли этот вопрос подниматься во время его визита. Вот о качестве лестницы буквально сегодня аппаратное совещание проводил заместитель Геннадия Труханова Анатолий Орловский. Он сказал, что сотрудники коммунальных предприятий и подрядных организаций, участвующие в подготовке к открытию 26 мая отремонтированной Потемкинской лестницы Стамбульского парка, должны будут хорошо потрудиться, чтобы успеть завершить все работы в срок. Ну, это звучит не очень обнадеживающе. Для чего это делается? То есть, показать, что действительно мэр что-то делает в городе, это показательные выступления для президента? То есть, вот с чьей стороны будут в первую очередь показательные выступления? Ну, в первую очередь, конечно, будет показательные выступления со стороны президента. Для, как он недавно выразился, моего украинского народа. Ну, когда он сказал, мой украинский народ сможет обойтись без социальных сетей ФСБ. Вот. Я думаю, что в первую очередь это показательные выступления президента, а дальше уже по ранжиру. Понятно, что это будет показательное выступление губернатора. Каждый будет полиция от этого политического первого места. Вокруг президента, да. Но с лестницей, мне кажется, что это банальное наше головотяпство. Мне кажется, что просто элементарно, как всегда, не вкладываемся в сроки. И сейчас у нас, не нас, а тех самых работников, ожидает просто аврал. Ну, не так, как они пересып делают и преображен, потому что там полтора человека ползает иногда. А вот реально придет, наверное, уже поработать. Да, совершенно верно. Ну, это будет как история, когда еще уже беглый президент Виктор Янукович приезжал открывать стадион «Черноморец», который даже наполовину еще не был сделан. Ну, и, собственно, в итоге так части не доделали. По-прежнему остались те же коридоры, шатающиеся трибуны. Вот и ныне там. То есть здесь мы можем видеть ту же ситуацию. Приедет президент, откроет в таком первичном виде лестницу, в таком виде она и останется. А потом там опять труп какой-нибудь найдут. Ну, понятно, что это никак не связано с визитом президента. Я думаю, что если лестница, что вы заговорили про это, сдадутся в том виде, в котором она есть сейчас, вариативность этого события очень высокая на самом деле. Там действительно найдут труп. Но этот труп будет политически того, кого выберут для этого трупа. Совершенно верно. Ну, и опять же, я думаю, что определенные сигналы мы сможем увидеть в пятницу. Может быть, а может и нет. Мы видели сигналы, но ничего не изменилось. Ситуация сложная. Я думаю, что ключевой вопрос в том, что, во-первых, у Порошенко нет своего беспроигрышного кандидата в мэра Одессы на данном этапе. Это во-первых. Во-вторых, блок... Я скажу честно, что не каждый возьмется за такую должность. Ну... С трудом нашли Степанова, извините. Нет, ну мы сейчас говорим о мэре Одессы, а не губернаторе. То есть тут привлекательность кресла на Домске несколько выше, чем на проспекте Шевченко. Я думаю, тут достаточно много будет желающих. Но я не уверен, что президент их желает видеть в своей команде. Это же ключевой вопрос. Кроме этого, поскольку блок Петра Порошенко в городском совете входит в коалицию, то есть у президента есть определенные рычаги влияния на ситуацию внутри, ну или, по крайней мере, так он считает. Соответственно, это тоже в какой-то степени... То есть его успокаивает. Слушай, я не могу здесь согласиться. Я считаю, что найти не только нужную кандидатуру, но и кандидатуру, которая согласится в настоящий момент участвовать в досрочных, возможно, выборах мэра, которые там нам пророчили какое-то время. Ну, и президентские тоже нам пророчили досрочные. Может, в преддверии них и приезжают президенты? Так вот, в том-то все и дело, что если сейчас будет назначен новый мэр, то есть это вот этот человек... Помните, как у Роберта Льюиса... У тебя тоже оговорка по Фрейду? Не выбрана, а назначен? Да-да-да, назначен, назначен. И это не по Фрейду, это так и есть на самом деле. Будет объявлен конкурс, конечно, стык, как обычно. Так вот, помните Роберта Льюиса Стивенса? Те, кто останутся в живых, позавидуют мертвым. Если человек будет назначен сейчас, ему будут поставлены такие задачи на выборы, такие задачи будут нарезаны, что он скажет, зачем я родился вообще на этот мир? Ну, я, честно говоря, не вижу, почему может быть действительно такой пессимистический прогноз. В полтора раза. Задачи будут нарезаны другие. Выборные. Если президент выберет человека из своего окружения, который сможет побороться и победить в соответствии с миром, вот тогда этот человек будет озадачен очень сильно. Вы знаете, на самом деле задачи, выборные задачи в Одессе, они во многом будут... Исполнение их задач... Их во многом будет зависеть от того, насколько президент будет выполнять свои задачи на всеукраинском уровне. В Одессе традиционно много голосов отдавалось за партию власти не только потому, что партия регионов декларировала якобы близкие сердцу одесситов или большей части одесситов ценности. А многие одесские избиратели по своей природе лоялисты. То есть те, кто голосует за... С теми, кто побеждает. Совершенно верно. И за те, кто сегодня находится у власти. И не потому, что они плохие люди. Я имею в виду сейчас одесситы. Потому что это конструктивнее. А потому что... Да, совершенно верно. Крестик, то, что есть, это надежнее, понятнее, прогнозируемое. То есть Одесса, как город торговый, привыкший вести бизнес. Нет, очень хорошо. Да. Очень хорошо. С теми, кто, с кем мы сегодня договорились... Этого мы уже хотя бы знаем. Знаете, у нас в Одессе говорят, этого мы хотя бы уже знаем. Вот, поэтому, поэтому будет подбеждать Порошенко, будут голосовать за него и в Одессе, независимо от того, какой гопак или какой-то другой танец будет танцевать при этом мэр. То есть будет Порошенко проигрывать, будет, соответственно... То есть тут гораздо сложнее будет задача у губернатора, а, допустим, с югом области, хотя там тоже такие... Тут тоже превалирует подобный тренд. Ну, еще, как очень многие в Одессе говорят, а я проголосую за кандидата А, потому что кандидат Б мне нравится, но у него шансов все равно нет, поэтому проголосую за кандидата А. Ну, да, совершенно верно. Ну, это не только в Одессе, на самом деле. Это одна из трагедий выбранного процесса. Я понимаю, что мальчик хороший, но слишком молодой голосовать не буду. Есть такая логика. И не тот у тебя акцент сейчас был, Саша. Ты имеешь, что из которых нравится тебе? Спасибо огромное за визит сегодня к нам. Взаимно. Всегда рада вас видеть. Взаимно. Анатолий Бойко был нашим гостем. Прервемся на несколько минут. После продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова